итак у нас запустился stable diffusion но тут главное смотреть не сюда основная часть находится вот здесь вот это сервер это данные сервер если мы это окно закроем то все это уже потеряет всякий смысл потому что я нажимаю закрыть обновить страницу и в общем то она не работает поэтому как запустить этот сервер после того как мы его закрыли мы его установили здесь идем в папку куда мы установили идем в нижнюю вот это вот приложение web ui можем сделать ссылку на рабочий стол так вот отправить рабочий стол просто чтобы каждый раз не искать его здесь но мы запускаем вот сервер у нас пошел процесс проверяет он все ли в наличии какие есть базы и открывается окно где мы берем модели если мы посмотрим зайдем в папку пойдем моделс table diffusion вот здесь должны лежать все модели которые мы хотим использовать давайте попробуем модель под названием deliberate можно даже 20 давайте вернемся к первым и можем начать с этого котик для начала скачаем эту модель и положим в папку она у меня уже скачано я могу ее взять из своей предыдущей установки models table diffusion делиберейт terms скопировали перешли в папку в models table diffusion вставили все теперь можем перейти в наш интерфейс и здесь сейчас я пока нету обновить появился делиберейт если мы скопируем все настройки из этой картинки хотя я вот часы сделать так то в принципе у нас может получиться такая же картинка единственное и они почти все даны кроме разрешения этой картинки с которой она генерировалась поэтому нас ничего не выйдет но мы можем попробовать взять вот этот вот prompt и на нем сейчас начнем экспериментировать чтобы разобраться что здесь что я нажимаю генерейт нас получился котик абсолютно не не тот что нужно абсолютно не такой как нам хотелось бы первую очередь я поменяю размер здесь ширина высота я сделаю 512 на 768 почему 768 потому что после 12 умноженное на полтора какие у нас параметры здесь есть первый это sampling метод это различным метод генерирование картинки из шума по умолчанию здесь стоит колер и и многие рекомендуют пользу именно им нажму еще раз генерейт вот что-то уже начало в ресурсе но это не связано с тем что я выбрал высоту это просто попался более удачный сид здесь в сиде у нас стоит минус 1 это значит что сид каждый раз будет уникальный то есть он генерируется случайным образом сид это число где-то в рамках одного миллиарда то есть миллиард значений это зерно шума stable diffusion как и прочие генеративные нейросети восстанавливает картинку из шума на него подается шум и он начинает пытаться в этом шуме разлить картинку соответствующую этому описанию и как раз к стоит минус 1 шум случайный но мы можем сделать его постоянным если возьмем допустим вот здесь вот скажем reuse этот шум и он будет каждый раз одинаковый то есть если еще раз нажму generate нарисует точно такую же картинку если мы не изменим какие-то параметры например порядок слов и либо же количество шагов либо любой из этих параметров потому что если мы изменим даже размер то шум уже станет другим продолжаем значит что такое sampling steps это количество попыток нарисовать что-то нейросетью что происходит у нас нейросеть делает что-то потом включается компьютерное зрение он пытается понять это похоже на то что на запрос или нет если не похоже она стирается заново рисуется новое если похоже она начинает дорисовываться на следующем шаге на следующем шаге снова то это или не то снова дорисовывается и снова зарисовать и так 20 раз если я сделаю один допустим скажу генерейт у меня будет очень размытое пятно но вот видите стелл и фьюжен даже в этом размыто пятне начинает думать что это похоже на котенка если мы уберем 5 скажем генерейт то вот уже что-то такое чуть дальше чуть ближе на котенка уже в этом можно здесь котенка и металлические провода нажмем 10 мы уже ближе нажмем 20 полезное значение находится где-то в периоде между 20 и 30 потому что если мы будем идти дальше то большого эффекта не будет допустим попробуем 50 он будет просто делать это гораздо дольше но в итоге будет получаться примерно то же самое причем тут еще немножко это все перри контращена потому что он перенасыщен то что он перерисовывает одно и то же по нескольку раз но может быть сюрпризом если мы сделаем 100 ну в принципе далеко не уходим поэтому где-то на 26 25 можно остановиться и дальше не скакать уже что еще здесь можно обратить внимание это бачкаунт это количество картинок нарисованных за раз сейчас я поставлю 4 и скажу генерейт то есть вот у меня нарисовал 4 картинки казалось бы почему он рисует 4 картинки когда мы сказали задали ему сид то есть если мы посмотрим образец шума который он использует он начинает его менять на одну сейчас 20 посмотрим сюда 26 последний цифра 29 05 здесь 29 06 29 07 29 08 то есть по одному менять но мы можем все это сбросить чтобы у нас каждый раз раз нарисовать batch size это сейчас он стоит 1 и он рисует 4 картинки если мы сделаем 2 то он будет рисовать два раза по 4 картинки то есть когда нам нужно много вариантов нарисовать быстро мы можем задать большое количество и пусть она так крутится если мы хотим сразу видишь он рисует что-то не то мы можем нажать skip тогда он пропустит вариант если нам нужно просто прервать у нас всегда есть кнопка interrupt а дальше что еще здесь полезного есть это параметры cfg scale он тоже относится к понятиям контрастной насыщенности если мы берем единичку нажимаем генерейт так надо было бы часа и сказать один здесь тоже один он уже примерно видим то есть у нас очень такая не не дрессованная картинка как будто бы но что-то в этом есть если мы поднимаем значение сильно до 20 допустим нажимаем генерейт то у нас картинка перенасыщена перья контращена и тоже такое качество так себя поэтому тоже истина где-то в районе 7 8 вот у нас совсем без железных элементов получился это мы прошлись по первой закладки тексту имидж кроме нее есть закладки и мечту имидж где уже дорисовывается картинки перерисовываются картинки и в дальнейшем работает опять же это голый автоматик когда мы установим control нет у нас появится здесь дополнительная панель также можем до устанавливать скрипты которые появятся здесь и тоже будут выдавать какой-то какие-то свои функции в разделе extras мы можем обскелить картинку допустим если я возьму сейчас ну какого котенка какой мне нравится они все милые вот этого если он мне нравится здесь у нас внизу есть еще ряд кнопок первый это открыть то есть он откроет папку куда они у меня все рендерится здесь у меня будет просто сохранить могу как картинку зазиповать send to image to image мы отправим вот сюда и сможем дополнительно перерисовывать send to in paint in paint позволяет перерисовывать какие-то элементы допустим там захотим убрать вот эту центральную штуку и и перерисовать какой-то фрагментом вот эту верхнюю штуку может тоже убрать попросить перерисовать сделать варианты и есть вариант sent to extras в этом случае мы можем обскелить картинку в несколько раз тоже сейчас мы генерировали 512 на 768 это это скандак не большой размер он не позволяет нам допустим повесит картинку где-нибудь можем выбрать здесь апскейлер из этого списка говорят хороший с орган 4x нажимаем генерейт и мы получаем апске леную картинку вот этот вариант уже апске лен часа его открою а это оригинальная картинка если мы будем увеличивать допустим вот так вот на уровне морды то мы можем увидеть что здесь нас больше пикселей чем здесь то есть здесь вот эти усики он попытался прорисовать в целом для такой задачи результат вполне себе здесь ведь у нас все в пикселях здесь больше какой-то даже текстур он добавил вот то есть таким образом можем апске лить не только отдельные картинки но и видео опять же потому что никто не мешает нам превратить видео в секвенцию картинок закинуть ее сюда и апске лить до 4k потому что здесь ограничение есть четыре тысячи пикселей по самой длинной стороне дополнительные все появятся здесь у нас есть png info допустим если нам нужно по картинке восстановить из чего она создана можем загрузить сюда и увидеть здесь параметры его prompt его негативный prompt количество шагов этот алгоритм скейл сид и все все остальные параметры в чекпоинт мы же можем объединить несколько чекпоинтов несколько моделей в одну в трене мы будем обучать нашу нейро сеточку и дальше идут настройки в extension мы можем устанавливать если мы заглянем вот в available то есть все доступные расширения если нажмем load from он сразу же забит адрес откуда мы скачем список всего что можно установить нажимаем load from и вот он огромный список расширений которые уже написаны разными программистами и которые мы можем использовать в автоматике на этом пока все движемся дальше